В завершении выпуска о спорте в Ленске на стадионе «Алмаз» прошел турнир по мини-футболу «Золотая осень». Соревнования закрывают летний игровой сезон. За кубок боролись пять команд Ленского района. За напряженными баталиями на поле наблюдал Дмитрий Вильчевский. Эти почетные трофеи разыграли по олимпийской системе пять команд. Немного, учитывая, что в турнире могли принять участие абсолютно все желающие. В этом турнире участвовали взрослые команды, команды предприятий. Выставлялись традиционно такие команды, как команда «Газпрома» «ЛПУМК», команда «Форвард», которые стали чемпионами по футболу у нас в этом году, по большому футболу. Также «Молодежка» традиционно выставляются у нас самые молодые спортсмены. По итогам четырех игр в финале встретились команды «Форвард» и сборная школы номер один. В борьбе за золото между ними развернулась нешуточная битва, в результате чего два тайма были сыграны в ничью, а командам пришлось разыгрывать пенальти. В результате разыгранной серии ударов вратарь «Форварда» оказался менее удачливым и заветную победу одержала команда школьников. «Очень сложные, нам дались две игры. Это было против команды «Алмаз». Конечно же, порадовал быстро забитый мяч, и вот в итоге выиграли 1-0. А второй матч еще сложнее был. Играли против молодежной команды «Форвард». Вряд ли это был какой-то замысел. Нужно было просто бороться, бороться и все. Выкладываться на 100%. Даже не на 100%, а на все 200%. Легендарная команда «Форвард» на этот раз оказалась в числе призеров. Организатор соревнований Комитет по физической культуре и спорту отметил медалями и кубками всех победителей. Турнир «Золотая осень» закрыл очередной спортивный сезон на улице. Теперь любители футбола смогут наслаждаться играми только в закрытых залах. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».